Среда, середина недели, каплю со событиями в Казахстане. Меня зовут Алексей Рыблов. Здравствуйте. В Атерауской области новая спецоперация с ликвидацией подозреваемых в терроризме. Сегодня в поселке Кульсары силовики уничтожили 5 человек. По словам очевидцев, в одном из районов города рано утром были эвакуированы местные жители, закрыты школа и детский сад. В это время полиции спецназа цепили три дома. Более точные данные появились к вечеру. Генеральная прокуратура опубликовала заявление, в котором подтвердила связь между взрывом самодельного устройства 5 сентября в Атерау и сегодняшней спецоперацией. Для жителей первого микрорайона города Кульсары, а это в 300 километрах от Атерау, утро началось с тревоги. Сначала им сообщили, что произошла утечка газа и полицейские попросили покинуть дома. Позже оказалось, что по соседству идет спецоперация по задержанию предполагаемых террористов. У нас криминальная обстановка в городе. Подростки дерутся микрорайонами, кланами, группами. Страшно выходить на улицу. Почему власти допустили все это? Где Аким? Почему не объясняют, что здесь происходит? С утра забрали моего сына. Ему 18 лет. Держали с 9 до 3 часов. Говорит, допрашивали. Он не имеет отношения к ваххабистам. Какое они имеют право? Силовики взяли в осаду один из домов, где забаррикадировались подозреваемые. Близлежащие здания, школа, детский сад были также отцеплены. В результате спецоперации погибли 5 человек и один тяжело ранен. Очевидцы рассказывают, в доме номер 22 произошел взрыв. На стенах дома были видны следы крови. Жители предполагают, что преступники захватили местную котельную и, вероятно, намеревались взорвать весь микрорайон и школу. Звонок на сотовый. Позвонила учительница моего сына. Говорит, заберите детей срочно. ЧП произошло в микрорайоне. Я спрашиваю, какое ЧП? Она объясняет, час времени нет. Давайте быстрее забирайте под расписку своих детей. Я тут же побежала сюда. Здесь началась стрельба. Я бежала в сторону школы. Пока своих детей эвакуировали здесь уже, когда я побежала в эту сторону, там уже началась во всю стрельба была. О том, что за спецоперация развернулась в Тараусской области, казахстанцы узнавали из анонимных источников разных СМИ. После обеда генпрокуратура распространила перес-релиз. Согласно нему, расследование по факту Тараусского взрыва 5 сентября привело в кульсары. Житель Тараус 21-летний Нурлыбек Сакауф, цитирую, вынашивал идеи свершения насильственных действий в отношении сотрудников силовых структур. 5 сентября он случайно подорвался. На месте гибели найдены три самодельных взрывных устройства. В рамках этого дела позже были арестованы четыре соучастника. И сегодня, по версии генпрокуратуры, пытались задержать других членов группы. Еще до начала каких-либо действий сотрудников специальных служб заблокированные лица совершили подрыв нескольких взрывных устройств, а также открыли по сотрудникам спецподразделения огонь из огнестрельного оружия. Один сотрудник получил ранение. По результатам спецоперации на месте происшествия обнаружены пять трупов и одно лицо с тяжелыми ранениями. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Сегодняшняя стрельба в кульсары, по мнению офицера КНБ в отставке, Арата Нормандбетова, это боевые действия на постоянной основе. Структура Комитета национальной безопасности и разведка СРБАР не справляется со своими обязанностями, что чревато для нас очень большими неприятностями и трагедией даже в масштабе государства. Это ведет всех к развалу государства. Понимаете? И зачем нам нужны эти союзные отношения от ЭКБ, вхождение в разные эти международные организации, если разведки даже сообща не могут с этой проблемой справиться? Кульсарская операция завершилась по классическому казахстанскому сценарию, анализирует эксперт. Штурм, подозреваемый в терроризме и убитый, заложников нет, требования неизвестны. А в заявлении генпрокуратуры ни слова о том, с какой экстремистской группировкой пришлось иметь дело. По совпадению или нет, сегодня в Атерау тоже среагировали на сообщение о якобы заложенной бомбе. В итоге ее не нашли. А по другому стечению обстоятельств, в то время как дошла стрельба в Атерауской области, на полигоне Баграмян в Армении, казахстанские и армянские военные тренировались обезвреживать террористов. Там идут учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ взаимодействия 2012. Людмила Экзархова, Константин Федяев, Алматы, Атерау, Казахстан. В Атерау сегодня похоронили погибшего при взрыве 5 сентября Нурлыбека Сакаова. Останки 20-летнего парня были переданы родственникам в минувший понедельник. Следствие утверждает, что молодой человек был приверженцем радикального ислама. Один из родственников рассказал журналистам радио «Затых», что Нурлыбек не скрывал своей принадлежности к особенному религиозному течению, жил отдельно, из-за чего, по мнению семьи, встал на свой путь. Напомню, взрыв произошел в одном из частных домов Атерау неделю назад. Нурлыбек Сакаов лишился обеих кистей рук и скончался на месте. Вскоре правоохранительные органы арестовали арридатора этого дома. 9 сентября по обвинению в терроризме были задержаны еще четверо. И вот сегодня генеральная прокуратура подтвердила, что ликвидированные в области предполагаемые террористы имели отношение ко взрыву 5 числа. Между тем, мать погибшего Нурлыбека в интервью радио «Затых» рассказала, что все началось с поступления сына в музыкальную школу. К слову, в ней же учился Сергей Ли, парень, который подорвал себя в Атерау в прошлом году. В 2007 году, после 9 лет учебы в средней школе номер 2, он поступил на класс Домбра Примов в музыкальной академии имени Дины Нурпиисовой, но бросил учебу еще на первом курсе. Еще когда он учился в этой школе, я почувствовала, что он встал на неверную дорогу. Но разве я могла подумать, что это дойдет до взрыва? Пилоты не виноваты, техника была исправна. Это всего лишь непредвиденное стечение обстоятельств. Минобороны сегодня представила отчет комиссии по расследованию причин августовской катастрофы военного вертолета Ми-17 под Астаной. По словам вице-министра, экипаж сделал все возможное, чтобы избежать столкновений с землей. И из-за мужества они удостоены награды посмертно. Булат Белкасимов с подробностями. Такими были последние секунды экипажа Ми-17, разбившегося утром 22 августа возле военного аэропорта Астаны. Сегодня на пресс-конференции представители Минобороны в подробностях рассказали об ужасном происшествии и его причинах. И представили прессе дешифровку переговоров летчиков. Как гласил отчет межведомственной комиссии, ни экипаж, ни наземный персонал в аварии не виноваты. Не было и технических неполадок. Вертолет совершал запланированный полет в целях обеспечения безопасности района аэропорта. Этим объясняется присутствие на борту сотрудника службы охраны президента. Кстати, предположение, что это могло быть покушением на Ельбасы, как и версию теракта, военные отрицают. В воздухе машина пробыла чуть больше 9 минут. Облет территории проходил в обычном режиме. Как объяснил председатель комиссии, имело место роковое стечение обстоятельств. Причиной катастрофы явилось непреднамеренное попадание летолета в режим левого самовольного вращения с последующим попаданием в режим вытихлевого кольца, несущего винта. В результате грубой посадки с вертикальной скорость снижения, превышающей максимально допустимые значения, вертолет получил разрушение и возникшее при этом пожаре сгорел. Экс-вице-министр обороны Амирбек Тугусов с мнением комиссии не согласен. Он считает, что всему виной все же человеческий фактор. Исполняя свой долг, летчики совершили ошибку. Резкое снижение – это и была их ошибка. Но не надо считать, что они плохо делали свою работу. Они хотели проверить машину, посмотреть номер. Может, это террорист. Как бы он чего ни сделал, поэтому они поспешили. И резко снизились до 40 метров. Выровнять машину времени уже не было, поэтому они и рухнули. Военные в ходе пресс-конференции принесли соболезнования родственникам погибших. Как было отмечено, пилоты Ми-17 сделали все, чтобы спасти машину и предотвратить катастрофу. Указом президента экипаж вертолета и погибший сотрудник спецподразделения удостоены орденов. За правильный героизм и мужество при исполнении служебного долга погибший экипаж награжден орденом Айбен второй степени посмертно. Помимо наград родственники экипажа получат компенсацию в размере пятилетнего оклада на последней должности летчиков. Сумма выплат составит около 54 тысяч долларов. Булата Белкасимов, Азамат Изберген, Виктор Гудь, Асан Амилов, Астана Уматы, Казахстан. В Можилисе Казахстана сегодня выбирали нового вице-спикера. Им стал осторожил Нижний палат и депутат Кабибулат Жакупов. На пленарном заседании за него проголосовали единогласно. Жакупов в свое время был акимом Западно-Казахстанской области и имеет три медали и звание почетного строителя. Приветствовали вице-спикера вежливо, но непродолжительно. Место вице-спикера стало вакантным после того, как свой пост покинул Бахаткужа из Бухамбетов. К слову, кресло пророчили дочери президента Дрегена Зарбаева, однако ожидания политологов не оправдались. Из Бухамбетова же проводились цветами и грамотой возглавлять Траусскую область вместо бывшего Акима Бергея Раскалеева, по некоторым данным, подозреваемого в крупных хищениях денег. Впрочем, госорганы эту информацию пока окончательно не подтвердили. Место нахождения Раскалеева неизвестно. Так же, как и его брата, депутата Аманжана Раскали, до последнего не может дозвониться даже его партийный шеф, лидер Аджола Азад Перуашев. Если молчание затянется и Раскали не выйдет на связь, нерадивого депутата могут исключить из партии, подтвердил Перуашев. В октаву на суде по делу разжигателей социальной розни наконец-то закончился допрос главного подсудимого. Оппозиционного политика Владимира Козлова. Допрос длился почти пять дней. Сегодня лидер партии сначала рассказал о том, какое отношение к партии имеет опальный банкир Мухтар Аблязов, а затем отвечал на вопросы гособвинения. По словам Владимира Козлова, Казахстан очень часто не выполняет взятые на себя обязательства в честь соблюдения прав человека. Это касается рабочих нефтепромыслов, которые бастовали на протяжении семи месяцев, требуя повышения заработной платы. Так как власть проигнорировала рабочих, мы решили поддержать их и затем поднять проблему на международном уровне, вплоть до международной организации труда. Таким образом, молговцы планировали напомнить государству о взятых на себя обязательствах. Однако то, что оппозиционеры обращались в МОД, стало открытием для прокуроров. Более того, гособвинение поинтересовалось, почему об этом Козлов не говорил во время следствия. Ведь попытка решения конфликта является, как сказал прокурор, алиби подсудимого. При этом Козлов говорил об обращении в МОД ранее. Правозащитников же заинтересовал другой момент, почему во время следствия обвинения не удосужилось самостоятельно выявить этот факт. Ведь согласно Уголовно-процессуальному кодексу, следователи обязаны искать не только обвинительные, но и оправдывающие подозреваемых обстоятельства. Теперь, при наличии этого факта, при наличии многих фактов, они возили, они, то есть Козлов озвучил вчера и позавчера целый ряд обращений в государственные органы и так далее, и так далее, целую кучу. То есть, таким образом подтверждаю, что главный умысел был направлен на то, что разрешить конфликт. Он не был направлен ни на оттвержение крестиного строя, ни на что, сколько бы ни выявляли за листовки, ни на отжигать за листовки. А вот это, как бы он такой осиновый пол окончательный, он полностью обрушает конструкцию. А накануне, поздно вечером, журналист газеты «Голос» республики Алла Злобина сходила на допрос к следователю ДВД Мангостаусской области из Басинову. Поводом для вызова в полицию послужил репортаж о пропавших женаузенцах после событий 16 декабря прошлого года. В статье, опубликованной в газете «Голос» республики, Злобина, ссылаясь на собственные источники, писала про найденные тайные захоронения на православном кладбище близ города Актау. Следователь из Басинов допрашивал корреспондентов присутствия адвоката Венеры Сарсембиной около двух часов. На вопрос, с какой целью берут показания, следователь отвечал туманными фразами. Адвокат же Сарсембина полагает, Алла Злобина была вызвана на допрос в качестве свидетеля, по делу, для возбуждения которого, со слов следователя, имеются две причины. Это исчезновение людей и необходимость подтверждения объективности, изложенных в публикациях фактов. Из Басинов потребовала от автора раскрыть все источники информации, но корреспондент, ссылаясь на закон о СМИ, воздержалась. «Мне нужно получить гарантию того, что с названными людьми ничего не произойдет, а самой для дачи показаний подготовиться», — сказала Злобина. По словам адвоката Венеры Сарсембина, если автор заинтересован в полноценном расследовании фактов, описанных в статье, то ей придется раскрыть источники информации, если следствие, конечно, даст определенные гарантии. Следующая встреча со следователем запланирована на субботу. Если бы, конечно, они написали все сразу, я подготовилась бы и смогла бы уже дать более такие четкие ответы, поэтому мы договорились, что опрос разделим на две части, и в субботу придем, и уже подробно расскажем, поможем следствию, если речь идет о поиске людей, а не о публикации материалов. Для объективности полного расследования надо. Но здесь еще как бы обеспечить их небезопасность. Будут ли они давать показания в следствии? Статья, она должна изложить все источники, откуда у нее была информация, на что основывалась. После субботу придем, какие вопросы будут задавать. Посмотрим, подготовимся. Сегодня политику и общественнику Халтенбеку Сарсенбаеву исполнилось бы 50 лет. Отдать дань памяти выдающейся казахской персоне на Кенсайском кладбище собрались соратники и родственники. Пришедшие возложили цветы к мемориальной доске и прочитали молитву. На Кенсайском кладбище это особая для многих могила. Здесь сегодня почтили память политика и патриота Халтенбека Сарсенбаева, которому 12 сентября исполнилось бы 50 лет. Его жизнь оборвалась жестоко, и для казахстанской оппозиции это стало настоящей трагедией. Цветы к могиле Халтенбека Сарсенбаева друзья, родственники и соратники несут с раннего утра. Спустя 6 лет после убийства видного политика, общественности и окружения до сих пор не верят в официальную версию преступления. Потому убеждены, истинные виновники до сих пор не наказаны. Приблизительно в этих окрестностях в Алматинской области 13 февраля 2006 года были найдены три тела с пулевыми ранениями. Позже выяснилось, это политик Халтенбек Сарсенбаев, его водитель Василий Журавлев и охранник Боржан Байбосын. Полиция тут же загородила место происшествия. За ограждение не пропускали ни соратников, ни репортеров. Официальные органы отказали в комментариях, ссылаясь на тайну следствия. Что предварило убийство и почему оно произошло? Было ли это похищение или некие переговоры, в ходе которых ситуация вышла из-под контроля? Когда прошел первый шок от страшного известия, все эти вопросы общественность стала задавать следствию. Халтенбек Сарсенбаев еще при жизни заявлял о том, что за ним установлена слежка. Соратники настаивали, чтобы были обнародованы как показания секретных наблюдателей, так и задержанных позже по этому делу исполнителей, сотрудников спецслужб. Но этого не произошло. Следствие заявило, авторитетного политика, оказывается, устранили из личной неприязни. Глава аппарата Сената Ержан Утимбаев признался. Он якобы обиделся на недавний нелесный о нем высказывание оппозиционера, взял кредит в банке и нанял киллеров. Суд приговорил экс-чиновник к 20 годам тюрьмы. Были осуждены и другие фигуранты дела. Наверное, в Казахстане не осталось ни одного гражданина, который бы верил официальной версии. Мы, соратники, близкие, родные Алтенбека уже неоднократно говорили. Мы знаем, что мы оперировали во все казахстанские инстанции. И, конечно, для нас поиск, установление истинных исполнителей убийства, истинных заказчиков, для нас это дело жизни, дело чести, дело всей жизни. Позже в запрещенной в республике книге «Крестный тесть» опальный зять президента Назарбаева Рахат Алиев заявил, что в убийстве Алтенбека Сарсенбаева виновны высшие эшелоны власти. А поводом послужила его оппозиционная деятельность. Но доказательств семья политика так и не увидела. Он и раньше сказал, год назад, полтора года назад, он даже обещал давать эти доказательства на мои руки. Не давал до сих пор. Эти доказательства сможет компромат, который нужен ему, чтобы торговаться с властью. В казахстанском обществе и у наблюдателей по-прежнему крепка уверенность в политической подоплеке убийства Алтенбека Сарсенбаева и его помощников. Власти это чувствуют. В прошлом году президент даже вызывал к себе главу МВД и генпрокурора. Те заверили. Следствие уже все выяснило. Суд вынес вердикт и все виновные наказаны. Юлия Панкратва, Александр Платонов, Константин Федяев, Алматы, Казахстан. Соратники оппозиционного политика Алтенбека Сарсенбаева сегодня организовали памятный концерт. Собралось на него порядка тысячи человек. Заслуженные артисты Казахстана исполняли любимые песни политика. На вечер памяти видного политика и государственного деятеля Ассар Сенбаев разные годы работал в Министерстве информации, культуры и был секретарем Совета безопасности. Также не пришел ни один чиновник. Это неудивительно, говорит народная артистка СССР Макбал Женусова, ведь в Казахстане, как только человек уходит из власти в оппозицию, с ним тоже перестают считаться и забывают. Весь народ знает, как умер Алтике. Если бы он умер от болезни, это одно дело. Застрелили же. Кто не пришел, кто пришел, показывает культурность нашего народа. К сожалению, мы не стреляли в Алтенбека, поэтому мы каждый год вспоминаем о нем. Пусть, хоть Алтике, хоть Заке, это люди, которые для нас не умрут никогда. Поэтому мы этих людей уважаем и чтим. Пусть их души покоятся с миром. Нет повышения у пенсионного возраста. Марченко в отставку. Митинг под такими лозунгами власти Алматы разрешили провести в полдень 15 сентября за кинотеатром СРК. Как отмечают организаторы, акция не носит протестный характер. Активисты лишь хотят донести до общественности то, что беспокоит многих граждан. К слову, это первый в этом году санкционированный митинг, который проведут оппоненты власти. Чем руководствовался вообще наш городской Акимат, выдав нам это разрешение? Нам остается только догадываться. Но мы считаем, что, наверное, все-таки они прониклись существующей такой и нарастающей проблемой повышения пенсионного возраста. И решили, в общем-то, дать нам возможность высказаться. Вместе с санкцией на проведение митинга Лариса Бойер получила и чиновничьи наставления. Не отклоняться от заявленной темы, не давать, цитирую, разным несогласным словом и предотвращать провокации. В противном случае организаторы понесут ответственность. Сами общественники назвали акцию «Репетиция». Они готовят целую кампанию против идеи о повышении пенсионного возраста для женщин, которую лоббирует глава Нацбанка Григорий Марченко. Тема, по их словам, настолько актуальна, что желание присоединиться высказывают различные организации по всему Казахстану. Жители Алматы к «Новой идее» относятся по-разному. При хорошем здравоохранении, может быть, можно чуть-чуть повысить. Но при таком здравоохранении, как у нас сейчас, конечно, это невозможно. Если надо, надо. У меня до пенсии еще далеко, поэтому как там будет дальше, ну, не хотелось бы, чтобы поднимали уровень. Потому что наш уровень жизни, я не знаю, дотянем или нет с такими гонками. Больше будет работать. Я думаю, что это как бы не очень правильно. Акцию протеста устроили водители общественного транспорта в Караганде. В самый час пик около 30 водителей и кондукторов собрались на привокзальной площади, чтобы сказать «нет» решению местных властей о запрете перевозить пассажиров в однодверных автобусах. Чиновники считают, что они небезопасны и неудобны для людей. Накануне водители уведомили, что они обязаны заменить свои транспортные средства. На исполнение решения чиновники дали срок месяц до 1 октября. Начальники автопредприятий согласились, однако не уточнили, за чей счет будут менять машины. Ведь большинство фирм-перевозчиков собственных автобусов не имеет. Они принимают на работу водителей с личным транспортом. Выходит, что обмен или покупка новых двухдверных машин ляжет на плечи самих водителей. Что для них непосильно. 50% кто, как говорили уже люди, закладывают свои квартиры, берут кредит. И вот, например, 3 месяца отбивают, а сейчас их выкидывают детям. И вообще, на что жить, я не понимаю. Как это, вот просто-напросто. Я даже ее сейчас продать не смогу, понимаете. Потому что, если вот это вот, их никто не купит. Вот я, например, взял, к примеру, взять, да, за 7 тысяч, да, например, эту машину. Я ее сейчас даже за 3 не знам. Что мне ее по часам резать и давать ребенку утром на обед и на вечер. Между тем, чиновники ничего не хотят слышать. Ссылаются на закон о пассажирских перевозках и заявляют, что не раз шли на уступки и продлевали срок эксплуатации однодверных маршруток. Двусторонний договор о замене транспортных средств заключен. Тянуть больше некуда. Достигнутой договоренности, что они осуществляют замену всех своих автобусов на двухдверный срок до 1 октября текущего года. Есть закон, есть правила перевозки пассажиров и багажа, в которых четко оговоряется. На внутригородских маршрутах должны работать автобусы, имеющие не менее двух дверей. Павлодарские коммунальщики ищут вандалов, испортивших внешний вид тротуаров и остановок. Вот уже несколько недель брусчатка и пешеходные дорожки пестрят рекламой небезызвестной финансовой пирамиды МММ. Едва в городе закончились грандиозные ремонтные работы к предстоящему Казахстанно-Российскому форуму, как в самых многолюдных местах, появились объявления соратников Сергея Мавроди, которые развернули новую финансовую деятельность. Участники пирамиды наследили практически по всему Павлодару. Чтобы вернуть тротуарам и площадкам под автобусными павильонами прежний вид, коммунальщикам приходится отмывать краску вручную. Местные власти уже назвали рекламу МММ незаконной, а потому они намерены привлечь организацию к ответственности. Эта реклама, в том числе МММ, привела к порче государственного имущества, то есть брусчатки и асфальта на центральных улицах города. Нами будет направлено письмо в органы внутренних дел. Там есть сотовые телефоны для связи с ними и будут с ними отработать. Прожить семь дней без денег и еды в одном из торговых центров решил алматинский блогер Данил Иванов. На такой эксперимент молодой человек решился, чтобы проверить, поможет ли интернет-сообщество в сложной ситуации. Однако вместо помощи блогера в сети обвинили в кощунстве. Почему, выясняли корреспонденты. Не брендированный? Спасибо, спасибо. Я, наверное, откормлюсь здесь, я могу делать все в блоге. Да. Спасибо большое. Мой адрес ни дома, ни улица, мой адрес торговый центр. Именно тут, в одном из алматинских моллов, вот уже третий день живет и здравствует казахстанский блогер Данил Иванов. Без денег и еды, с собой только зубная щетка и айпад. Он решил поселиться в коридорах молла не просто так. Это акция с глубоким смыслом. Этакий эксперимент над самим собой и людьми из социальных сетей. Основная цель эксперимента, наверное, проверить, насколько люди из социальных сетей готовы прийти на взаимопорно, на какую-то выручку, когда их просят что-то такое некритичное, а что-то такое обычное. По сути, я здесь никому не мешаю. Я не делаю на этом каких-то денег, там еще чего-то. Это все строится вокруг меня. Какой-то вот такой социальный проект, который, я думаю, просто может быть даст когда-то толчок для того, чтобы что-то в Казахстане такое начало происходить. Потому что в Европе это уже давно принято. Человек жил в супермаркете МЕСЕС, там еще что-то. Казахстанцы, как выяснилось, ничем не хуже европейцев. В первый же вечер принесли ужин для блогера. А суровые охранники дали экспериментатору милое прозвище «Наш домовой». За три дня Данил успел основательно обустроиться. Спит в подсобке, иногда работает, правда за еду, в местной кофейне. Дает интервью. Если бы я жил посреди фудкорта в палатке, развешивал бы, носки сушил, это было бы, конечно, вообще стрёмно. То есть я сам себя ограничиваю в рамках приличия и стараюсь за них не выходить. Пока он старается не выходить за рамки приличия, его акция, как оказалось, для некоторых интернет-пользователей выглядит совсем неприлично. Ну или, по крайней мере, глупо. Интернет-сообщество на эту тему поспешило высказаться. Есть те, кто за, есть те, кто против. Это извращение человеческих ценностей и регресс сознания. Что дальше? Публичный суицид ради пиара? Он что, не по собственной воле там жить хочет? Если по собственной, какая разница? Пусть живет. Глупость какая-то. Жить неделю в каком-то торговом центре без денег. Но при этом, оказывается, друзья и будут помогать. Так можно и год прожить. Нужно забросить человека куда-нибудь в степь. Вот это круто. Если рядовые пользователи ограничились односложными высказываниями, то журналист Денис Кривошейф, ведущий радиопрограммы «Деньги вперед», написал открытое письмо, где назвал акцию блогера кощунством. Нет ничего сложного жить в торговом центре, где тебя приходят и КФС, я не знаю, бутербродами кормят, ты можешь подработать, и это все на шоу снимается. Если уж ты хочешь шоу, и ты на самом деле человек телевидения, или ты хочешь прославиться, ты берешь скрытую камеру, цепляешь на себя и идешь жить с бичами, с настоящими бичами, идешь на дно. Вот там, где оно есть. И рассказываешь, что семь дней ты прожил, и ты прочувствовал, как это быть нищим. Дальше больше. От журналиста досталось и организатору акции, небезызвестному Вячеславу Нерушу, автору-ведущему популярного интернет-проекта «По чесноку». Истоком акции в торговом центре, по мнению разгневанного Кривошеева, стала как раз программа «Неруша». Он жестоко раскритиковал творчество Вячеслава, обвиняя его в отсутствии моральных и нравственных ориентиров. Я требую только соблюдения закона. Я требую отсутствия в кадре алкоголя. Я требую отсутствия в кадре сигарет. Я требую отсутствия в кадре унижения человеческого достоинства. Я требую в отсутствии в кадре или вообще в акциях использования недостойных и неправильных методов, что ли, пиара. Я вообще считаю, что это вот вся история сейчас с господином Кривошеевым, но она все-таки высотана из пальцев. Единственное, в его случае это прям, ну, как-то грубо так совсем это звучит, ну, как-то так ужасно совсем. Вот. Я в жизни лучше. То есть, вот, как бы, по его... Мне кажется, что я вот, ну, не такой урод, каким он меня описал. Пока два журналиста разных форматов спорят, Даниил Иванов продолжает свой одиночный флешмоб. В торговом центре он до конца недели. Как проходят дни в центре, как и положено блогеру, он снимает на камеру. Видео выкладывает в интернет, оставляя небольшие отчеты в Твиттере под аккаунтом «Я не один». В последний день, 15 сентября, Данил предоставит итоги эксперимента. Насколько же алматинцы человечны и отзывчивы? Евгения Сазонова и Павел Энгельгард. Алматы. Казахстан. На этом пока все. Новости Казахстана каждые два часа на КПлюс. Увидимся. Новости Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok